Приветствую вас. Вообще говоря, физиогномика не способна ответить на те вещи, о которых вы просите. В частности, не способна диагонамика. Прояснить вопрос скрытых наклонностей. Вот. Это первый важный момент, потому что для склонностей необходимо немножко, ну, немножко другого. Вот. Для склонностей необходимо провести тесты. Вот. Необходимые тесты, которые позволят на данный вопрос ответить. Это первое. А второе, что очень важно, то, что вот хочу вам сказать, это то, что вот вы спрашиваете, значит, описать слабые стороны, да, и сексуальные патологии. Вот. Это очень неподходящий вопрос к физиогномике, потому что что такое слабых сторон, ну, слабых, слабых сторон у человека, ну, вообще говоря, не бывает. Вот в принципе не бывает у человека слабых сторон. Вот. Поэтому, тут извините, но... не могу с вами как-то вот согласиться, да, и вот. То же самое касается и сексуальных патологий. Что есть... Что есть патология сексуальная? Что такое патология сексуальная? Вот. Что называют патологией, что не называют патологией, это... Тут тоже вопрос такой, да. Вот. Так, если, например, мы говорим про... человека, допустим, маньяка, да, чтобы там... как бы определить, чего, да, там, нужно... посмотреть на него вживую, например, да, пообщаться. Они... Вот так, что я вот по фотке сказал, что человек, там, обладает сексуальной какой-то патологией с крытыми наклонностями и, значит, слабыми сторонами, вот. С этого больше к теории Лабразил нужно обращаться. Вот, но... Лабразил, к сожалению, был признан не... Несостоятельным. Ну... Ну... Своей, так сказать, концепцией. Вот, вот. Что можно сказать по фотографии? Что можно конкрет... конкретно сказать по фотографии? А... Совершенно точно я могу сказать, что... Да. Обратите внимание. Еще один, а... Крайне важный момент. А... Что... Судя по... Тому... Вот. Судя по тому, что... А... Я... Вижу... Значит, это... Человек... А... Представленный здесь вот на... Фотографии. Он... Не... Э... Не... Русской национальности. Человек. Скорее всего. Ну... Вот. Это... Человек... Восточной национальности. И, соответственно, нужно... Понимать, что... Э... 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 Ряд особенностей, есть ряд нюансов, на которые необходимо обратить внимание. Теперь, значит, то, что касается человеку. В первую очередь, это человек, который можно обмануть. Не во всём, не во всём, но может. Это человек, которому не чуста, на мой взгляд, чувства страха. То есть человек может испытывать страх. Это человек, который может какие-то вещи посчитать неважными и целиком и полностью на них, как бы, закрывать глаза. Но на другие вещи, которые по той или иной причине его задевают, человек, напротив, глаза скорее всего не закроет и наоборот будет всячески вести себя не соответствующе. Я думаю, что это человек, который может быть упрямым в определенные моменты, может быть наоборот очень податливым в определенные моменты. А вот, к сожалению, мне, как-то мне кажется, что данный человек не чувствует, скажем так, власть человека, ну, как-бы, позитивно относится к властьям. То есть, человек может, а, провелать, а, да, в партии, а, вот, может быть, как-то стремится к ней. А, ну, в мой взгляд, человек может действовать за спиной и вопрос, ну, вопрос людей, вопрос, значит, кого-то, может быть, как-бы даже самых, ну, самых близких людей, вот, к сожалению, как это видится на мне. А что еще не сказал, а что еще не сказал, не сказал. Этот человек настроение достаточно вспыльчивый, как мне думается, это неспокойный человек. То есть, то, что он мне кажется, это то, что он неспокойный. Он, ну, такой вот, достаточно вот тревожный, это именно вот тревожность у человека, у человека имеет место быть достаточно, может быть, сильно выращена тревожность. Противоречив, но старается противоречий избегать. То есть, очень тяжело принять противоречия, старается их разрешать, вот. Мне кажется, человек не любит ответственности, не любит, ну, боится ответственности, в какой-то степени. Вот. И может брать ее только тогда, когда чувствует себя безнаказанным. Вот, когда он никогда не чувствует, что ему может что-то быть, да, за какие-то вот принятые решения, да. Вот. Насчет склонностей и потолок, и, как я уже сказал, говорить об этом абсолютно не компетентно. То есть, для этого вам нужно заботиться тем, чтобы направить человека на тест, на тестирование. Или хотя бы на психодиагностику специалист. Вот. То есть, ну, давайте все-таки не будем, да, только по внешности это достаточно стереотипическая история. Вот. Внешность это вот именно очень-очень-очень сильно стереотипическая история, и, на мой взгляд, нельзя, э-э-э, нельзя, э-э-э, ну, судить, э-э-э, от человека по его внешности. Вот. На моём взгляд, это несправедливо, э-э-э-э-э, вот. В первую очередь, по, э-э, ну, по отношению к человеку, самому человеку. Ну, вот. То, что я надеюсь, вы, э-э-э, за себя постарайтесь принять. Даже если вам это не приятно, даже если вы не согласны, всё равно. Следующий момент, почему лично вас интересует этот человек, а почему лично вы хотите знать про его сексуальные патологии? Откуда, почему вообще считаете, что у него есть патология, за что это сексуальная патология, как и все вы решили, что они у него вообще есть. То есть, на мой взгляд, здесь вы скорее всего чего-то не договариваете. Если вы чего-то не договариваете, лучше наберитесь храбрости, смелости, обратитесь к психологу на приватной основе. Ну вот, именно, именно, что на приватной основе обратитесь и разберите все вещи, которые вас волнуют, более-более, так сказать, превентивно, не так, как вы это делаете сейчас. Вот. Так, щас я ещё раз открою образ ваш. Так, есть у него открытый, что у него представляет с самой стороны, так, патология. Причем, как бы, по своему внешнему виду это пикник. в это сия самое зато... ну, вау. 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 Гладя.. Может, им. Тавить ооо... удовольствие. Вау. Вет. Сия учеб 자기 удовольствие. Вау. Вау. Вау главу. Гладя. Может, там сутboo. И на мой взгляд, эээээ. Ну, это здорово, как мне кажется, это хорошо, что человек может ставить баллы, вот, ну, конечно, иногда это играет в такую достаточно, что называется, злую шутку человек, вот, то есть иногда это, конечно, негативно скалывается, понятно, да, в чем я имею ввиду, вот, и, как бы, просто нужно держать, вот, в голове держать в сознании, что человек это, вот, который, ну, значит, он склонен к удовольствию, вот. А что, что такое человек удовольствия? Ну, сказать сложно, однозначно, потому что мы его не знаем, вот, гадать не самая лучшая идея здесь, ну, в этой вот, в этой ситуации, конкретной, в этой конкретной ситуации гадать не лучше, не лучше делать. Вот. Так что, вот, такой ответ примерно. Я могу вам дать, я надеюсь, надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вы для себя увидели что-то новое, надеюсь, что вы для себя открыли что-то новое, надеюсь, что вы, ну, обывательно, как-то прислушаетесь к моим фарам, относительно того, что он, никто не сидит от человека по его внешности, того, что он, ну, для какой-то такой вот более детальной, для детальной проработки, для детального исследования, вот, нужна конкретная работа с вами, вот. На мой взгляд, вы бежите от себя, когда, ну, пытаетесь понять человека, вместо того, чтобы стараться исследовать себя, свою реакцию на него. Если человек причинил вам боль, физическую, психологическую, вот, и вы хотите что-то сделать, то это один момент, если у вас есть подобрение, что-то человек, там, преступник или что-то еще, да, то это совсем другая история, это совсем другой момент, это совсем другое направление и другие действия, но не пытайтесь сами как-то решить, да, не пытайтесь сами делать каких-то выводов. Я понимаю, что вы пришли и привлекли специалистов, как вы думаете, но это так не работает, не работает, вот, это так не работает. Поэтому вы можете производить ошибку, или вы можете на шага перенести свои переживания, вот. Все, на этом я заканчиваю, я надеюсь, что мой ответ дал вам немножко ответов на вопросы, которые вас интересовали. Я желаю, желаю вам, всего доброго.